Череда мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, стартовала и не только в нашем городе. В столице на этой неделе прошла торжественная передача скульптуры. Бюст, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, был подарен школе, которая вот уже 16 лет носит имя легендарного летчика Валерия Чкалова, нашего земляка. На открытии побывали представители Нижегородского землячества, руководство представительства Нижегородской области в столице нашей Родины, дочь Валерия Павловича. Она призналась, что очень тронуто пообщаться с представителями совсем юного поколения, которые знают и ценят это имя. Человек нашел себя еще в раннем возрасте и дальше все сделал для того, чтобы выплатить свою мечту и стать тем, в общем, кем он хотел стать, будучи еще совсем мальчишкой. Он был очень хорошим человеком, веселым, замечательным. Потом, как писал Галай в своей книге, он прошел медные трубы. То есть он остался человеком после, конечно, огромной славы, которая на него обрушилась. Сегодня говорим о том, что не столько ради того, чтобы увековечить имя и память Валерия Павловича, он обессмертил себя. А мы заботимся о том, чтобы на его примере воспитывать молодое поколение в духе преданности нашему великому Отечеству. Этого торжества не произошло бы без инициативы неравнодушных нижегородцев и Нижегородского землячества в Москве, и Организации парк героев, поддержки правительства нашего региона и представительства Нижегородской области в Москве. На этой неделе Сергей Семенович Стабянин подтвердил проведение Дней Нижегородской области в Москве в июне 2020 года, то есть ровно через год. И сейчас мы уже начинаем подготовку к этому мероприятию. Мы открыты для любых предложений нижегородцев о том, что мы могли бы сделать в Москве, как мы могли бы это организовать. Разнообразных задумок, акций, проектов, связанных с культовыми нижегородскими именами и сейчас уже немало. Осталось простое, а в тот же момент самое сложное. Выбрать из них те, которыми спустя многие десятилетия по-прежнему будут гордиться нижегородцы и вся большая страна. Все мы стремились в те времена стать билетчиками. Каждый, кто не успел родиться. Вам, молодое поколение, быть чекалами в 21 веке. Каждым чекалом в своей профессии. Наталья Звягинцева, Виталий Кудрявцев. Время новостей. Время новостей.